Приступая к обсуждению наиболее актуальных вопросов недели, глава города Зайнудин Ахмазов поинтересовался положением дел соответствующих служб, отопительному сезону и работой, проводимой коммунальными службами в целях благоустройства города. Слово было предоставлено начальнику управления коммунального хозяйства Арсеналии Мустафаеву. По расслаблениям проблем нет. По паспорту готовности все организации дали, получили паспорт готовности. Сейчас нужно получить общий паспорт готовности 1-го числа. С водой проблем нет. Газ, газ, давление. Люди жалуются, что давление слабое. Разговаривали, сказали давление добавить. Крайк распоряжения готов. Продолжение Ахмазов обратил внимание, что необходимо усилить работу с бесхозно-бродячим скотом в центральной части города и поручил ответственным данным направлений принять меры по решению проблемы. Далее управляющий делами администрации Гаджиев Магомедов зачитал благодарственное письмо от Рамазана Абдулатипова в адрес главы города Зайнудина Акмазова. По основным социально-экономическим показателям наша республика вошла в первую десятку страдий регион России. Главное то, что более четырех лет в Дагестане не было террористических актов. Уровень общей присутствия республики в три раза ниже, чем в среднем Российской Федерации. Коренным образом повышено качество образования, медицинское обслуживание. Изменены в корне культурные среда, обитания и работы дагестанцев. Уровень защиты их прав и свобод. Вот. Уважаемый Зайнудин Дадовикович, вместе с вами мы проделали большую работу по экономическому развитию, возрождению агроформического комплекса, поддержанию социально-политической стабилизации города Хосеев и республики в целом. Также Гаджиев Магомедов зачитал поздравительный адрес с юбилеем от имени главы города Султан Паши Саидову, главному инженеру управления коммунального хозяйства. В завершении совещаний была затронута проблема несанкционированной торговли на проезжей части по улице Набережной и Махачкалинское шоссе. В целях ликвидации стихийной торговли глава города поручил составить план мероприятий. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».